Здравствуйте! В эфире программа «Вопрос служителю церкви». Здесь мы ищем ответы на вопросы, которые вы присылаете к нам в студию и в социальные сети. Сегодня у нас гость, я рад его представить, Александр Лисичный, доктор богословия, преподаватель Заокской Духовной Академии. Здравствуйте, Александр! Здравствуйте! Спасибо, что вы приехали к нам сегодня в студию. И вопрос прислал к нам Вячеслав. Вопрос звучит так. Что такое праведный гнев и чем он отличается от неправедного? Вопрос такой достаточно обширный, большой, глубокий. И я думаю, что мы могли бы разделить этот вопрос, или ответ на этот вопрос на две части. Первая часть – это ответ на вопрос о том, что такое неправедный гнев. А потом мы обратимся к гневу праведному. И чем они отличаются? Да. И отличие станет очевидным и понятным. Что тогда, что такое обычный гнев? Обычный гнев, тоже он разнопланов. И можно сказать так, есть гнев, который имеет физиологическую природу. Это условно так. Начало нашей физиологии. А есть гнев, который связан именно с испорченностью человека. Испорченность здесь вы что подразумеваете? Это имеется в виду нравственная испорченность человека. Первая сторона гнева физиологическая – это тот гнев, который связан с нарушениями функционирования нашего организма. Например, может быть, у человека химический дисбаланс крови. Для многих зрителей и слушателей это известно. Когда у человека говорят, что гормоны играют. И бывают разные природы гормональные сдвиги. И человек просто не в состоянии контролировать своё поведение, свои эмоции. Или же, все мы знаем очень хорошо, что мы бываем достаточно раздражительными тогда, когда мы сильно устали. Или же, когда человек перенёс тяжёлую, изнурительную болезнь. Он истощён. И часто у человека истощается не только физическая сторона, но и его природы, но и психика тоже. Ну хорошо, у меня вопрос. Люди, которые в таком состоянии, в состоянии ослабленности физической, в то же самое время гневаются. И делают в состоянии аффекта, гнева, делают какие-то такие поступки. Ну вот это оправдывает, получается? Я бы в отношении такого гнева вообще не выступал каким-либо судьёй. Потому что неизвестно, как бы я себя повёл, окажись я в таком состоянии. Мы всегда смотрим со стороны и судим поведение другого человека, исходя из своего внутреннего состояния и физического состояния. Мы говорим, как он так может. А он может быть в такой ситуации, что он иначе не может. И мы не можем вносить какой-то приговор. С другой стороны, вполне возможно, что в той или иной ситуации даже физически ослабленный человек всё-таки несёт ответственность за свой гнев. Ибо сдерживать себя, свои чувства, негативные эмоции, может быть, он в этот момент и мог бы. Но мы не можем посмотреть на этого человека изнутри. Поэтому такие люди нуждаются в первую очередь, как бы нам с ними не было тяжело, такие люди нуждаются просто в сострадании. А что делать людям, которые рядом находятся? Вот я говорю, как бы ни было тяжело. Я имею в виду сострадать со стороны легко. То есть, когда мы обсуждаем какую-то проблему со стороны. А вот если мы попадаем в такую ситуацию, когда вот рядом с нами такой человек, что нам делать? Жалеть этого человека. Ну, как это возможно? Ну, как это возможно? Просто проявлять к этому человеку снисхождение, понимая, что у него сейчас такое состояние. Ну, когда, например, мой ребёнок капризничает, он болен, и он капризничает. Он на пол бросает игрушки, он отказывается есть, ему всё не нравится и всё не так. Я же понимаю, что он болен, и я не применяю какие-то там способы наказания, воздействия на своего ребёнка. Понимаю, он болеет, поэтому он себя так ведёт. Я просто его жалею, хотя мне с ним может быть очень трудно. То же касается и взрослых людей. Нам может быть с ними очень трудно. И люди физически больные, у которых химический дисбаланс крови, к примеру, они бывают очень тяжёлыми людьми в поведении. Но мы не можем отвечать им злом за зло, гневом на гнев. Мы не сдержим их своим гневом. Мы ничем не поможем их, мы не изменим их поведение. Мы только усугубим их состояние, и всё. А есть ли какая-то психологическая сторона этого вопроса? Я смотрел и советовался также с психологами, и мне дали ответ, что гнев – это отрицательно окрашенный эффект. И психологи подразделяют гнев на физиологический и патологический. То есть они говорят о том, что физиологический гнев не сопровождается потерей самоконтроля. То есть человек в состоянии физиологического аффекта или гнева, он в состоянии себя контролировать. А патологический уже является нарушением нормального функционирования психики. И даже в некоторых случаях необходима медицинская вмешательность. Да. Я знаю по себе. Я сейчас очень простой пример приведу. Когда я очень устаю, я чувствую себя раздражённым. Меня раздражает всё. И все вокруг меня. То есть это неконтролируемый гнев. Я понимаю, что самое лучшее, что я могу сделать в этой ситуации – это пойти и поспать. Ты поспал, и ты совершенно по другим глазам начинаешь смотреть на окружающую тебя реальность. Если мы говорим о патологическом гневе, есть моменты, когда человеку нужно просто начать принять успокаивающее. Иногда человеку нужно выровнять химический дисбаланс крови. То есть это нормально. Сейчас я слышал, что вся Европа фактически на антидепрессантах. Нет. Мы сейчас не говорим о антидепрессантах. Это другое. Да, это немного другое. И иногда человеку нужно оперативное вмешательство. Я знаю историю одного человека, который был очень гневливым. Но у него была проблема со щитовидной железой. Когда ему сделали операцию, он стал намного спокойнее. Операцию на щитовидке. Вот и всё. Поэтому тут иногда необходима и оперативная, и медикаментозная вмешательство для того, чтобы помочь человеку. А иногда просто надо доспаться. Да. А вот человек, который находится именно в таком состоянии, он же понимает, что с ним что-то ненормально. Я имею в виду, что он может в этот момент призвать своих близких его понять его поведение. Или может быть действительно просто пойти и поспать. Чем бить посуду, скажем, в доме. Но вот здесь снова же всё зависит от состояния человека. Вполне возможно, что он мог бы и призвать своих ближних. Но у некоторых людей и ресурса на это не хватает. Бывает, у человека есть для этого внутренний ресурс, и он мог бы сделать этот шаг. Но тут уже не позволяет гордость признать свою слабость, свою неспособность контролировать гнев. И вот здесь человек уже несёт ответственность за свой гнев. Но бывают ситуации, когда человек находится в положении, как машина на гололёде, на автомобиле. Он пошёл в занос, и водитель куда ни крути руль, всё равно машину несёт, крутит по льду, и он ничего не может с ней сделать. Иногда так человек сам с собой. Он чувствует, что его несёт. Но не может ничего сделать. И он пытается каким-то образом отрегулировать своё поведение, но у него ничего не получается. Вот где эта грань ответственности? Когда человек должен понимать, что он всё-таки отвечает за то, что он делает, вот в таком состоянии. Как могу я сказать, где эта грань ответственности? Тут только Бог знает. Где человек переходит вот эту грань, и он уже не отвечает за свой гнев. Мы снова же не можем посмотреть изнутри. Поэтому я и говорю, что мы, не взвешивая, не оценивая поведение другого человека, мы просто сострадаем ему. А вот суд пусть выносит Бог. Я очень убеждён в том, что, как это, может, не странно покажется, гневливец – это тот человек, который… Праведный у него гнев, неправедный гнев, патологический, аффект или ещё что-то. Любой гневливец – это человек, который нуждается в сострадании. Очень часто мы отвечаем гневом на гнев. Мы думаем, что мы гневом сможем блокировать гневливую реакцию другого человека. Но это безумие просто. Мы ничем не помогаем этому человеку, мы усугубляем ситуацию и только. Поэтому Священное Писание очень интересно говорит о том, что Бог, когда человек в гневе, пытается помочь человеку выйти из этой ситуации не своим гневом, а своим состраданием. На самом деле ничто так не исцеляет гневливое сердце, как проявленная к нему любовь. Но это нам тяжелее всего даётся. Потому что мы автоматически реагируем гневом на гнев. Да, я посмотрел, что многие мировые религии, они говорят о последствиях, которые могут быть. И вот в частности, допустим, в буддизме гнев является одним из пяти ядов, которых следует избегать. И вот я прочитаю цитату одного индуистского трактата. «Подавляющий в себе гнев достигает благополучия. Кто же не в силах постоянно его сдерживать, того неистовый гнев доводит до беды». А вот как в христианстве, как христианство трактует эту проблему? Дело в том, что подавление гнева на самом деле ни к чему доброму человека не приводит. То есть человек всё-таки должен выпрыскать. Подавленный гнев никуда не девается. Его можно подавить, но он будет вести разрушительную работу в человеческом сердце. Иногда вот есть одно из определений депрессии – это гнев, направленный на себя. И многие люди живут этим гневом, направленным на себя. Поэтому Библия даёт нам пример того, как мы можем совладать, не совладать со своим гневом, что мы можем сделать со своим гневом. Да, вот что это? Когда мы открываем книгу «Псалтирь», мы с удивлением сможем найти там псалмы, в которых псалмопевец изливает свой гнев перед Богом, свою ярость, своё негодование, своё неудовольствие. И книга «Псалтирь» представляет христианину вот такую уникальную модель работы над своим гневом. Ты полон гнева. И в нашей жизни это не то, что нормально, это понятно. Потому что в этом мире много чего не так. Много провокаций. Гнев – это реакция на то, что мир не такой. Мой ближний не такой. Это проявление, такое вот эмоциональное выражение моего разочарования в неправильном мире, в который я попал. И мы вот это вот своё гневное неудовольствие человеком, миром, реальностью, мы изливаем на человека, на мир, на реальность, которая нас окружает. Нас многое чего гневит. Дороги нас гневлят, погода нас гневит. Ближний нас гневит, руководство нас гневит. Мы сами себя гневим. Мы вот живём в этой ауре гнева. Так вот, что делает псалмопевец? Он с этим гневом приходит к Богу. Да, он говорит, я хочу сокрушить зубы моим врагам. Но он не идёт, не сокрушает зубы врагам. Он говорит об этом Богу. Поэтому христианин – это не тот человек, который подавляет себе гнев. И практикуется в самоконтроле. Да, иногда нужно контролировать себя. Контролировать в тех ситуациях, когда рядом со мной мой ближний, которым я недоволен. Моя жена, мой муж, мои дети – они нас гневлят. И это происходит чуть ли не каждый день. Но ты не изливай свой гнев на своих ближних. Ты приходи к Богу и перед Его лицом изливай свой гнев. И говори, будь открыт перед Ним, будь честен перед Ним. Если тебе хочется на мелкие кусочки разорвать своего ближнего, говори об этом Богу, но не разрывай на мелкие кусочки ближнего. И здесь очень важный момент. Псалмопеец, когда молится, когда говорит об этом, он отдаёт всё Богу. Он излил свой гнев перед Богом. И говорит, а теперь, Господи, Ты действуй, как Тебе угодно, а не как мне угодно. Может быть, я хочу порвать на мелкие кусочки своего ближнего, потому что он меня не устраивает. А у Господа другой план. Он хочет его, наоборот, благословить, чтобы полнотой благословения изменить его сердце, а не полнотой гнева. Я не имею власти над своим ближним. Я не имею права его менять. Нет для этого ресурсов. Бог может его поменять. Поэтому, когда я гневаюсь, я должен идти к Богу. Я должен говорить о том, что мне не нравится перед его лицом. И вверять ситуацию, которая гневит меня к Богу. Это и есть праведный гнев? Я сказал бы так. Так, это праведная форма выражения неправедного гнева. А что же такое праведный гнев? А праведный гнев – это то, что свойственно Богу. У Бога только праведный гнев. Поэтому, если я хочу узнать, что такое праведный гнев, я не могу дать определение. Праведный гнев – это четкое определение праведного гнева. Я могу сказать только так. Праведный гнев – это реакция Бога на несовершенство, на греховность, на бунт сотворенного им мира, на страдания, которыми полон этот мир. Это обратная сторона любви. Бог настолько любит этот мир, что Он никогда, ни за что не смирится с тем состоянием, в котором находится этот мир. Поэтому Он говорит своё категорическое «нет» тому беззаконию и всему тому, что творится в нашем мире. Это гнев Божий. Но мы этот гнев не знаем, потому что мы мало знаем Бога. Я ещё раз повторюсь, этому гневу нельзя дать определение. Чтобы понять, что это за гнев, надо знать Бога настолько, чтобы понимать Его реакцию на этот мир. Спасибо, Александр. К сожалению, время нашей программы неумолимо течёт. Дорогие друзья, пожалуйста, присылайте ваши вопросы, и мы будем рады искать на них ответы. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...